Макс, ну совсем скоро, точнее в субботу, твой распорядок обычный баскетбольный будет несколько другим. Как вы вообще восприняли новость об участии в матче звезд? Я бы, наверное, хотел поблагодарить тех людей, которые за меня голосовали, сказать спасибо. Постараюсь оправдать, сыграть ярко и запоминающийся. Для меня это, я думаю, это тяжелый сезон вообще. Вот в этом году очень тяжелый сезон для всей лиги, все команды играют, все команды на одном уровне. То есть все это очень немного нервно проходит и требует очень много сил. А такое мероприятие, как матч звезд, это способ для болельщиков и для игроков немного выдохнуть, вспомнить о том, что баскетбол это все-таки игра, игра зрелищная, игра, которая должна радовать публику. И спортсмены должны просто получать удовольствие. То есть не задумываться особо о результате, просто показывать какой-то красивый эффект на баскетбол. Ну, многие говорят о том, что о результате действительно не стоит задумываться. Но все же ты будешь представлять нашу страну, а она в прошлом году Легион победила. Вот, наверное, шиты и твои партнеры захотят как бы развить этот успех. Нет, ну все-таки как бы ни было, одна команда играет против другой, кто должен победить. Я думаю, будем стараться, ну все равно выиграть, но больше уделять внимания, там, красивому москетболу. Ты еще будешь участвовать в эффектном конкурсе с Лэмдранков. Задумывался уже, что-то будешь готовить такой особенный? Вот у меня как раз сейчас есть два дня. Я думаю, вот эти два дня буду что-то придумывать. Можно сказать, что твои основные конкуренты Майкл и Ваня Ткаченко, который спит по данкам? Я думаю, да, Ваня, Майк, просто Майк больше, я бы сказал, он такой динамичный во время игры. Я не знаю, как он будет все это крутить, посмотрим. Ну, Ваня, Ваня, да, Ваня самый главный конкурент. Я думаю, Ваня дойдет до финала. Твои самые близкие люди, супруга, дочка, будут присутствовать на матче? Да, они сейчас в Киеве, они придут на Майдзвезд, и мы вместе в этот же день поедем назад в Крымскую.